Друзья мои, привет и добро пожаловать на мой канал, спасибо, что присоединились сегодня ко мне. Мы с вами не видели целую неделю, потому что у меня была просто какая-то ненормальная неделя, и у меня посреди недели ничего не получилось для вас снять или подготовить заранее. Мой муж, Нецер, улетал за границу к своему брату, его брат сделал релокейшн в Голландию, теперь он живет там, и он, Нецер, был звен папой, ездили навещать брата. Тоже с этим была интересная история. Мой дорогой муж в день полета приехал в аэропорт, и когда он давал в Израиле, кто был в Израиле, знают, что всегда перед тем, как делаешь чекин и все проверки, сначала проходишь проверку безопасности, и на проверке безопасности нужно дать свой паспорт. В общем, он дает свой паспорт, и его паспорт открывают, и говорят, Ария, в общем, мой дорогой муж, я не знаю почему, когда он брал паспорт, наши паспорта лежат вместе, он почему-то решил, что его паспорт это паспорт Арии, он даже его не открыл, не посмотрел, в общем, поехал он в аэропорт с паспортом Арии. Мы живем очень далеко от аэропорта, 2,5 часа примерно, он мне звонит и говорит, я приехала с паспортом Арии. Вообще в Израиле 24 часа в сутки в аэропорту работает Министерство внутренних дел, где можно за, по-моему, около 200 евро сделать новый паспорт на месте, чуть ли там не за полчаса. Но он летел в субботу, и в субботу это работает только 3 часа, и он пролетел, когда это уже, то есть он приехал, когда это уже было закрыто, министерство, то есть он не смог сделать быстрый паспорт, он мне звонит и говорит, такая ситуация, я говорю, ну что, давай брать билет следующий, когда есть ближайший рейс, приезжай домой, бери паспорт. Это то, что мы сделали, взяли билет на следующий рейс в Амстердам, его папа улетел, мы купили ему, по-моему, билет на, через 12 часов был с другой компанией, он приехал домой, чуть-чуть с нами еще потусил, мы пошли все спать, и, в общем, он поехал на следующий рейс. Ну и улетел, уже вернулся. И, собственно, сегодня я вам немножко хочу показать, просто такой, как старый, добрый холл, немножко шоппинг, что Нессер мне привез, что я у него заказывала. Вы меня просили показать еще мои любимые кружки, поскольку Нессер мне привез новую кружку, кстати, где она, вон она, я хочу вам некоторые свои любимые кружки показать. В общем, такое холл-видео в старом стиле, как оно у нас было раньше, лет 7 назад. Ну что, давайте с вами начнем, наверное, именно с кружек, раз уже я приду чай. Вы видите, у меня много лежат там фонариков. У нас начинается через два дня праздник Ханука, праздник света, и мои дети сейчас вернутся с садика, и мы с ними будем вот эти вот красивые звездочки, которые я уже разложила на кровати, вешать на наше большое окно в салоне, потому что оно у нас самое большое, и думаю, что мы будем туда это повесить, тогда эти звездочки будут свисать. Если мы это сделаем, я вам обязательно покажу. Надеюсь, что у нас дойдут желания руки и все, что угодно до туда. Так, давайте с кружками. Я вообще, когда летаю за границу, достаточно абсолютный фанат покупать себе новые кружки. Я очень люблю большие кружки. Мои все кружки, все разные. Я сейчас вам покажу. И обычно в Старбаксе я очень люблю покупать кружки, которые связаны что-то с Новым годом, с Крисмосом, с вот этой всей тематикой. Несер в этот раз сфоткал мне несколько вариантов, и вот этот вариант прозрачный мне понравился больше всего. Тут вон такая вот Амстердам, Голландия. Видите? Очень простая кружка, но мне она понравилась больше всего. Так, мой муж мне что-то пишет, я его послала в магазин. Но у нас же нельзя в магазин сходить. Бло! Так, сейчас я вам буду показывать все остальные кружки. На и суток помаду, о которой мы с вами поговорим. Так что можете смотреть на нее. В принципе, когда я была где-то в это время Крисмос, я тоже себе покупала кружки. Вот моя самая первая. Помните, в Старбаксе была такая круженция? Я очень люблю, я помню, что она была очень популярная на Инстаграме и везде, и на Ютубе, по-моему. Вот, в общем, такая. По-моему, ей лет, наверное, 10. Потом у меня еще есть тоже из Крисмос коллекшн. Вот такая вот красавица. Мне очень нравится вот с этим красным ободочком, если так можно выразиться. Это, по-моему, все ирландские. Та первая, по-моему, я покупала в Швейцарии. Это, по-моему, тоже в Ирландии я покупала. Но это такая уже попроще. Тоже симпатичная. Тоже на Крисмос. Еще у меня есть 2-3 любимые кружки с Икеи. Это не на Крисмос коллекшн, но вы тоже очень часто на них обращаете внимание. Вот эти вот. По-моему, их уже больше нет. У меня есть 2 варианта этой кружки. Я обожаю огромные кружки, да? Вы поняли? Я обожаю кружки, которые большие, как ведро. Вот эти 2. Тоже им 100 лет. Им каждый, по-моему, ну, по лет 8, я думаю. Кто со мной давно на канале, тоже эти кружки очень хорошо знает. И вот эта кружка, по-моему, есть до сих пор в Икеи. Она тоже ведро. По-моему, ведро, когда я говорю ведро, здесь, наверное, где-то 300 мл. Где-то так, я думаю. Ну, вот такая вот. Тоже ее люблю. И последние 2 моих приобретения. Я вам показывала, может быть, это во влоге. В Инстаграме я показывала. Я вас даже спрашивала, какую выбрать. Помните? Вот. Вы, кстати, проголосовали за 2 эти. Большинство из вас. Вот. Кто знает, в Израиле открылся магазин Castro Home. Это наподобие H&M Home, наподобие Zara Home. Очень похоже на Zara Home. Очень-очень-очень. По-моему, туда они и прут, в ту сторону, как говорится. Я решила купить сам 2 кружки, которые мне очень понравились. Там вообще сейчас немного кружок классных. Сейчас Black Friday, который был вчера. Но он продолжается. И, наверное, послезавтра будет Cyber Monday. Поэтому сейчас, по-моему, все это по 40% скидки. Поскольку магазин новый, я не знаю, какие цены будут в дальнейшем. Но сейчас это было, в принципе, достаточно выгодно покупать. Я, в общем, себе купила такую вот кружку. Это, по-моему, 250 миль, может быть. Ее можно и в посудомолку, кстати, и в микроволновку. Вот такие. Мне тоже нравятся. И купила поменьше. Тут, наверное, 200 миль. Вот такая вот. Тоже симпатичные такие. Как вы видите, все мои кружки абсолютно разные. Но почему-то именно это мне в этом и нравится. У меня еще есть несколько кружек. Но я посчитала, что мне очень интересно вам показывать. В общем, это такое мое маленькое baby. Так, раз мы с вами уже заговорили про кастер, давайте я вам еще покажу три вещи с кастро, которые, с кастро-хом, которые я хочу обратить ваше внимание. Я тут сложила так аккуратно на поднос. Забрала у Нейцера поднос из-под его духов. Он мне такой подходит и говорит, я не понял, ты что мой поднос забрала? Опять ты мне перестановку делаешь. Вот, в общем, запах для дома. У них есть вот такие вот запахи для дома. Такая большая бутылка пластиковая, 500 миль. Написано, что это запах для белья. Знаете, иногда вот так берешь на занавески пшиткой, что приятный запах был, на постельное белье, вот так вот. Но я это вообще не очень люблю. Я не очень люблю пшикать на белье, особенно на одежду я не люблю пшикать. Я пользуюсь стиркой без запаха. Я не пользуюсь кондишеном, да, для белья или для стирки, потому что я это не люблю. Но я понюхала этот запах, подумала, что он достаточно такой свежий, легкий, и что он, наверное, подойдет как запах в туалете. И он работает очень хорошо, вам хочу сказать. Из-за того, что у него запах очень ненавязчивый, и он быстро разлетучивается, что-то в этом есть простое и легкое. Я не знаю, как это объяснить. То есть вот его пшикал в туалете, когда нужно, он быстро разветривается. Остается такой небольшой шлейф приятного запаха, и все. А не вот такой вот притерный от этих всех спреев. В общем, тоже обратите внимание, он 40% сейчас, по-моему, тоже. И еще я там купила два диффьюзора. Первый купила просто попробовать, и он мне безумно понравился. Вот этот, но это был первый. Это их маленький. Это тоже как спрей, называется Clean Cotton. Спрей у меня Soft Cotton. Но, по-моему, это один и тот же запах. Хочу сказать, что этот запах очень хорошо держится. Он нежный, легкий, свежий, и, как ни странно, он отлично работает. Его чувствуется, он не пропадает со временем. Конечно, я эти палочки постоянно переворачиваю каждые несколько дней. Мне нравится эта простая лаконичная бутылочка. Как ни странно, она мне нравится, что она такая простая, прозрачная, и что эти палочки не черные. Что-то во всем этом дизайне мне очень нравится. Здесь 100 миль, это маленький их вариант. В общем, этот Clean Cotton. Я второй раз была в магазине, второй раз понюхала все запахи, и поняла, что Clean Cotton, и вот этот вот второй запах, Berry and Melon, мне нравится больше всего. Все остальные мне не нравятся. Это я так честно говорю. Второй раз, когда я была в магазине, я уже себе купила такую большую бадю, потому что 40% была, думаю, возьму эту. Но я взяла вот этот вот второй запах, Berry and Melon. Он от Clean Cotton отличается. Он более такой вот ягодный и немножечко сладкий, но не приторно-сладкий и не сладкий, а именно ягодно-сладкий. И в принципе вот этот Melon, дыня, она не очень сильно чувствуется, а больше все-таки чувствуются ягодки. Тоже мне нравится. Честно скажу откровенно, он держится немножко меньше, чем вот этот Clean Cotton. Clean Cotton все-таки он держится более, более по-дому его чувствуется. Ну вот, ну вот это я поставила в туалете, тот второй я поставила в маленьком туалете. В общем, могу сказать, что в Израиле я обычно пользовалась запахами или марки Sabon, или марки Laline. Вот эти запахи намного лучше выигрывают, то есть намного лучше, чем Sabon и чем Laline. Да. Не знаю, если они переиграют Zara Home, потому что Zara Home тоже есть обалденные запахи. Но Zara Home очень дорогие запахи, если честно. Мы дальше продолжаем с домашними запахами. Ко мне приезжала подружка с Украины и привезла мне несколько подарков. Я не могу не поделиться этими подарками, потому что я сейчас на восторге. Я даже зашла посмотреть марку, марку этого магазина, посмотрела. Она мне привезла тоже диффьюзер домой, это называется Sister Roma. Я так поняла, что это украинский бренд. Он что-то наподобие нашего израильского Laline, как мне сказала Соня. Она мне привезла, это называется Pumpkin Latte. Это примерно то, что я делала в Старбаксе. Но слушайте, это абсолютно новогодний запах. Вот этот запах пряностей, корицы, запах гвоздики, запах вот этого сладкого кофе-латте. И в этом запахе есть что-то настолько теплое, что он у меня стоит в большой комнате наверху, что когда я захожу домой, мне кажется, что у меня горит свеча. Этот запах как-то дает какую-то теплоту. В общем, он шикарный. Единственное, что вот эта вот крышечка, она бетонная. И, по-моему, она тоже питает этот запах и его выдает. Поэтому вот я положила всего три палочки, их было пять. Можно было положить две, потому что для меня достаточно активный запах. Еще он пахнет немножко печеньками и немножко вызывает аппетит. Поэтому обратите внимание. Но это такой же гордосный подарок. Соня, большое спасибо. Я не знала, что такое есть, конечно, в Украине. Если вы в Украине, обратите внимание, если вы с вашим брендом еще не знакомы. А если вы с ним знакомы и вам нужен кому-то подарок, я уверяю вас, что это будет шикарный подарок, потому что я была вот-вот... Я была, я до сих пор в восторге. И мне очень нравится тоже дизайн. Он просто лаконичный, стекло, бетон и палочки. Ну, вы сами видите. И также Соня из этого же магазина мне привезла два крема для рук. Вот такие вот тоже мне очень... Упаковка классная. Смотрите, какая простая лаконичная упаковка. Не что-то особенное, что-то супер-супер простое. Я опять же зашла, немножечко прочитала про этот магазин. Тут написано, что 100% натуральные ингредиенты, 0% СЛС, парабенов, красителей, токсинов, ПАГ, микропластика. Тут написан состав. В общем, что мне понравилось в этом креме. Мне понравилось, что этот крем впитывается моментально. Я обожаю такие крема для рук. Я люблю крема, которые питают и впитываются. Она мне привезла с Carrot & Jojoba. Это как у нас называется? Масло хохова и морковка. Вот этот вот крем. Он, в принципе, у меня скоро закончится. Я им пользуюсь активно очень. И следующее она привезла, я не знаю, как это привезти, ветиверный Ролливуд. Ну, более такой древесинный запах, да. Но запахи очень-очень нежные. Их практически не чувствуешь. Когда наносишь на руки этот крем, он впитывается, ты не чувствуешь запаха. Что мне тоже это очень понравилось. Короче, это шикарная вещь. Я не знаю этого бренда. Я видела, что этот бренд по израильским меркам абсолютно недорогой. Но он очень крутой. Очень-очень-очень-очень крутой. Опять же, если вы хотите кому-то сделать за границу подарок, как выживать в Украине, делайте. Потому что это очень-очень круто, очень приятно и очень красиво. Я, конечно, не знаю, если по украинским меркам это считается дорого. Это считается дорого? Соня? Я не знаю. И последнее из этого бренда, что Sony мне привезла, это hand sanitizer, то есть sanitizer для рук. Смотрите, какой он фэнси-шмендрик. Он вот такой вот фэнси. Он как духи выглядит. У него спрей. Он пахнет абсолютно таким... Написано, что это wood amber, что это древес на... Амбер, я все время забываю, как это, боже, на русском этот амбер. Амбер это янтарь. В общем, я не знаю, как янтарь пахнет. Как пахнет янтарь? Это есть примерно во всех моих ароматах, и я понятия не имею, как пахнет янтарь. В общем, anyways, тут написано wood amber. Древесный такой запах. Он древесный, сладкий такой. Я бы сказала, что он абсолютно мужской. И, в общем, это санитайзер. Его, в принципе, нужно пшикать на руки, и тогда ваши руки будут очень приятно пахнуть. Я, конечно, не очень знала, как с этим пока работать. Я потому что люблю просто мыть руки. Но это такая фэнси-штучка. Очень прикольная, очень интересная. В общем, и все сделано очень красиво. В общем, да. Мне тоже это очень понравилось. Я не знаю, буду ли я этим активно пользоваться. Но, anyways, это все равно очень такой интересный подарок. Соня, спасибо. Мы продолжаем. У нас с вами осталось для дома еще две штуки. Потом я перейду на две косметические покупки, новинки. Я попросила своего мужа, пока он там гулял, и приспрашивал, что тебе купить, что тебе купить. Помимо всех вот этих вот огоньков. Когда он проходил около магазина Bath & Body Works, купить мне свечку. Вот эти вот их большие свечки, трехфитильные, да. В общем, он спросил мне, какой запах. Я сказала, выбирай запах сам какой-то, ну, такой какой-нибудь приятный, новогодний. Он зашел, приезжает домой и привозит мне две свечки. Я ему говорю. Я же тебя просила трехфитильную. Это не трехфитильная. Ну, я зашел, посмотрел. Одна эта трехфитильная свечка стоит, там, что он мне сказал, не помню, 20 евро. А две такие маленькие стоят, не знаю, 18 евро. Но я подумала, что я тебе одну потащу. Я тебе лучше две куплю. В общем, мой логичный муж купил мне две свечки. Не те, которые я хотела, но они очень приятные. В общем, у них, видимо, изменилась упаковка. У нас нет этого магазина в Израиле. Он есть только в Duty Free. Но в Duty Free, я даже не знаю, есть свечи, нет. Они там это обновляют. В общем, купил мне такую свечку. Это просто обыкновенная свечка 250 миль. Нет, 200 миль. Вот такая вот. Она, видите, закручивается. Это называется Champagne Toast. Ну, вот так вот она называется. Она пахнет какими-то приятными фруктами. Шампанское, я не знаю, как пахнет. Шампанское пахнет, но очень приятно пахнет. Так вот, именно фруктово приятно. Немножко сладкое, но фруктовое не свежее, а немножко сладкое. Ну, в общем, очень интересно пахнет. Он сам выбирал запахи, потому что, ну, как-то я не знала, какой запах себе выбрать. Вот. И еще одну, которую он мне купил, это именно уже, по-моему, абсолютно новогодняя. Сноу Пич Берри. Ну, это, конечно, это, конечно, пахнет персиком с ягодами, но она пахнет очень тоже свежей и вкусно. Это хочется съесть. Но очень вкусно пахнет. Не знаю, мне очень нравятся какие запахи он выбрал, как удивительно. Они не пахнут типичными новогодними запахами. Они не пахнут специями, да. Вот они не пахнут печеньками, они, наоборот, пахнут какой-то вот такой вот уличной свежестью, фруктовостью. И не знаю. Ну, очень крутые. Мне очень понравилось. Честно, с чего в наше время эти свечи делают. Они, может быть, изменили какой-то состав. Это больше не парафин. Как вы думаете? С домом, со свечами, с запахами мы разобрались. Вообще, очень много новых запахов. Я очень довольна. У меня как-то в этом году мне очень хочется разных свечек. Мне хочется этого уютного света. Мне хочется вот этой уютной теплоты. Мне хочется вот этих приятных запахов. И я себе и вот ароматы новые купила. И дом. В общем, не знаю. Мне хочется вот такой вот теплоты какой-то. Также Недсер покупал девочкам конфеты. Киндер. Ему дали вот тоже вот такой вот подарок в Duty Free Town. Это два парфюма. Private Collection марки Rituals. Это вот два таких запаха в дом. Но тут из серии, что мне ни один не понравился. Один это Savage Garden. Ну, вроде бы такой какой-то лесной. Но такой запах прямо травяной. Не знаю. Прямо такой вот сильно травяной. А второй это роза. Ну, я вообще запах розы не люблю. Кроме самих цветов. И вот это вот такой запах розы, который мне не нравится. Но как сувенир примет. Ну, почему бы нет? Не знаю, что мы с этим будем делать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Последние две покупки, которые я попросила купить у своего мужа. Это было Duty Free. Вообще у меня было пять позиций. Из пяти он купил только две, потому что три остальных не было. Даже не было трех остальных. Одна из них это было масло L'Occitane. Да, для душа его не было. Как его может не быть? Не знаю. Ну, ладно. В общем, что он мне купил? Он мне купил помаду Chanel и Bronzer Dior. Оля, смотри, если ты меня смотришь. Bronzer Dior из-за тебя. Помаду Chanel мы с тобой обсуждали. Так, давайте смотреть. Давайте про помаду. Я хотела попробовать заново помаду Boy. Помните, я покупала предыдущую помаду? Я уже не помню, в каком влоге я показывала. Точно не смогу нигде его тут, этот влог присоединить. Потому что я просто не помню. В общем, предыдущая моя помада была ошибочно куплена из серии Bloom. Она для меня была очень активная. Я ее подарила своей Оле из Haif'ы, которую я показывала на себе, по-моему, в ее влоге. Если вспомню, то влог где-то будет здесь. И я решила вернуться в любимую коллекцию от Chanel. Это Rouge Coco Flash. Что это очень такой простой, ну, как блеск для губ, только в виде помады. Я решила попробовать опять номер Boy. Почему? Потому что номер Boy по соотношению к оригинальному оттенку изменился. Я оставлю вот здесь фотографию, как был оригинальный. И как сейчас он выглядит. И сейчас это более такой сероватый цвет. Ну, вот как-то так. Я подумала, что этот цвет будет не лучше. Потому что в том первом бою мне не нравилась именно эта розовинка. Но здесь мне не нравится эта серовинка. По-моему, он немного чересчур сероват. Как вы думаете? Мне нравится в ней все. Мне нравится, как она увлечняет. Мне нравится, как она смыться на губах. Мне нравится, как она переливается. По-моему, она еще отличается тем, что сейчас в ней нет вот этих блесток. По-моему, в прошлом Boy были очень выраженные такие блестки, прям, которые немного царапали губы. По-моему, сейчас этого нету. Но я могу ошибаться. Мне в ней нравится все, кроме оттенка. Мне хочется оттенка немножко... Да, он серый. Мне хочется оттенка немножко другого. Я не знаю, какого. Я не могу понять, какой оттенок. Может быть, немного более фиолетового, менее серого. Я не знаю. Я просто хочу оттенок, помаду. Оттенок какой-то люксовой помады. Вот такой вот на каждый день. Какой-то вот такой вот блеск, который закрытыми глазами хоп-хоп нанес и пошел. Ну, если у вас есть что-то посоветовать, даже из той же линейки Chanel, советуйте. И бронзер, который мы обсуждали с Олей. С другой Олей. У меня окружает много Олей. Так что я буду говорить, из какого города, из какой страны каждая Оля. Так, Оля с Модеина, с Израиля. Оу! Это упаковка Refillable. Рефильчик. Можно менять. Круто. Здесь все очень, конечно, круто. Вот такая вот упаковка под кожу. Небольшая упаковка. Здесь очень много этого. На самом деле бронзера 9 грамм. Это немало. В общем, мы с Олей обсуждали. Или она мне сказала, хочу новый бронзер. Обрати внимание на этот Dior. Обратила внимание. Ну, вы же знаете, меня решила попробовать. Кстати, и это, и помада мне вышли бесплатно. Почему? Потому что мы с Нейтером подписаны на клиентскую карту нашего израильского Duty Free. И если мы тратим в течение года на определенную сумму денег, покупаем покупки на определенную сумму денег, то если мы переходим в эту сумму, то мы получаем 100 долларов в подарок. В общем, Несса все это купила. 100 долларов в подарок. То есть, в принципе, это было бесплатно. Вот. В общем, вот такой вот бронзер. Я выбрала по совету Оли, потому какие она мне посылала видео, посмотреть, как он выглядит на лице разных отзывов. Я выбрала номер 04. Могу сказать, что я его как бы нанесла здесь, но здесь у меня румяный, не знаю, что видно. Но, если честно, он очень-очень легкий. Он прям такой легкий, что я его долго-долго наносила, и у меня такое чувство, что его не видно на мне. Ну вот, не знаю, как вам подсказать. Я пока не поняла. Наносила его только один раз. Вот такой вот цвет. Даже можно сказать, что на мне немножечко сероват. Своуч. Так, смотрите, я взяла Весмана Тле. Просто для сравнения... Как они будут выглядеть? Здесь, по-моему, они выглядят одинаково. Ха-ха, прикол. Это Диора, это Весмана Тле. Для сравнения взяла еще у меня есть Барбари номер 7. Скульптор, румяный скульптор, который почему-то на моем лице в последнее время вообще не видно. Не знаю, что вы видите, что вы не видите. Ну, примерно как-то понятно. В общем, пока не особо мне понятно, как этот бронзер держится на мне. Что и как, зачем и почему. Ну, будем пробовать, будем пробовать. Ну, как-то... Я не знаю. Как-то, как-то так. Не знаю. Не знаю, товарищи, не знаю. Ну, будем пробовать. В любом случае, очень хотела попробовать. Толя, спасибо тебе, как обычно, ты меня подталкиваешь на разные покупки. Вот. Ребята, это все, что я вам хотела рассказать. Последнее, что я вам хочу рассказать. Совсем что-то очень маленькое. Я купила мне по совету вообще, наверное, миллион моих друзей. И я купила вот такую вот мазь, израильскую мазь от марки Михаль Сабон для детей. Это мазь календула. Ну, в составе здесь много разных масел, как масло... Есть тут масло лаванды, масло хохоба, даже лимонное масло. Также есть масло миндальное. Есть также масло ши, в общем. Но он называется календул. Он выглядит даже вот таким вот желтым, этот крем. Что хочу сказать. Сейчас у нас такая, в Израиле, дурацкая погода. У нас вроде холодно становится, но до сих пор очень сухость. Очень сильно сухость. Особенно у нас в горах эти ветра, это сухость. Мы уже дома включили отопление. Поэтому детская кожа, но и не только детскую, даже у Нецера вот здесь вот руки. Они сохнут и прямо, знаете, такие шуршавые. Вот эта вот мазь, она чудо-мазь. Я так поняла, девочек, кто часто ей пользуется, что Доброе утро, Габи, где-то была весь этот век. Так, мы ей давно пользуемся, и это давно чудо-мазь. Вот она называется Natural Suiting Hellandula Cream. Вот так вот. Ну, в общем, я попробовала. И вам советую попробовать, если у вас, у детей, у вас где-то есть очень сухие места, и вам нужно очень хорошо увлажнить, и вы не знаете, чем помочь вашей коже. Вот эта вот штука может быть очень... Кстати, что? Я, как обычно, наговорила на полчаса. Я буду на этом заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то, как обычно, советы, новые ваши покупки, можете мне такать в Инстаграме, можете советовать в комментариях. И да, мы будем обязательно скоро украшать дом, посмотрим, как у нас это получится сегодня. Надеюсь, что получится. И мы с вами увидимся, очень надеюсь, что посреди недели, но не обещаю. Я что-то не совсем уверена, что у меня на следующей неделе запланировано. У меня опять очень много запланировано, и у меня не получится снимать. Но мы, в общем, с вами посмотрим. Надеюсь, что у вас был интересный Black Friday Shopping. В этом году, знаете, было немало хороших скидок. Немало, немало. Неплохо так были скидочки. А я немножко вещей себе купила. Об этом, конечно, когда все дойдет, я вам расскажу и покажу. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok